11 апреля 1944 года. В этот день в наступление перешла отдельная приморская армия. И в 2 часа ночи части 3-го горнострелкового корпуса заняли опорный пункт противника Булганак. К 4 утра войска 11-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Серафима Евгеньевича Рождественского овладели всей первой линией обороны врага. К 6 утра 16-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора Константина Ивановича Провалова овладел Керчью. Существует свидетельство Ефрейтера, участника событий тех дней. Когда русские прорвали немецкую оборону и вышли на шоссе Керчь в Феодосии, над головами нависла угроза окружения. Очертя голову удирали, и я отдал приказ отступить. Не успели мы занять оборону на турецком валу, как на левом фланге появились русские танки. Приказы, отданные мной, не выполнялись. 9-й кавалерийский полк полностью разгромлен. Ни один солдат не ушел с Керченского полуострова. Вся техника полка и приданная ему артиллерия захвачена полностью. В полосе действий 51-й армии в 5.30 утра был введен в бой 19-й танковый корпус. Завершив прорыв обороны противника на южном берегу Севаша, он тем самым заставил противника начать отвод войск с шуньских позиций. И в результате этого наши войска начали быстрое продвижение к Джанкою. В 11 часов 202-я танковая бригада, 867-й самоходный и 52-й мотоциклетные артполки ворвались на северную окраину Джанкоя. К 15 часам наши подразделения вошли в центральную часть города. В это время с юга запада к Джанкою прорвалась 26-я мотострелковая бригада и нанесла удар по войскам противника, расположенным на южных окраинах и в районе железнодорожной станции. На помощь наземным войскам пришли летчики. В этот день авиации 8-й воздушной армии было сделано более тысячи вылетов. К 18 часам Джанкою был освобожден от немецких захватчиков. Часть сил 51-й армии и соединение 2-й гвардейской армии, ведя бой в районе Ишуня, продвинулись на 2 километра. Командование фронта отдало приказ о формировании передовых подвижных отрядов для быстрейшего продвижения и преследования войск противника. В 21 час в Москве прогремели 20 залпов салюта из 224 орудий в честь 4-го Украинского фронта, прорвавшего немецкую оборону на севере Крыма и освободившего Джанкой. А в 22 часа салют в честь отдельной приморской армии, взявшей Керчь. В этот день на перешейке Озерки Ядское и Красное старший сержант Константин Николаевич Калинин в составе роты отразил 14 контратак врага. Был ранен, но остался втрою. За этот бой ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 24 июня 1945 года Константин Калинин участвовал в Параде Победы на Красной площади. Героя Советского Союза